17 декабря в Доме журналиста состоялась пресс-конференция по итогам эстафеты Олимпийского огня. Министр спорта Омской области Александр Фабрицус встретился с представителями средств массовой информации, поблагодарил их за активное освещение мероприятия. В нашем регионе эстафета началась 8 декабря в Калачинске, а утром 9-го огонь прибыл на вокзал областного центра. 200 жителей Омской области, среди которых спортсмены, деятели науки и культуры, сотрудники различных организаций удостоились чести пронести огонь. В Омске маршрут эстафеты пролегал по пяти округам. Несмотря на морозную и ветреную погоду, хакелоносцев на улицах встречали более 105 тысяч человек. Совместно с авангардной группой мы подвели итоги. На сегодняшний день Оркомитет Сочи выражает нам, организаторам, всем вам, кто присутствовал, кто освещал огромную благодарность за то, что на территории Омского региона города Калачинска, города Омска на высшем уровне прошла эстафета Олимпийского огня. Никаких замечаний от авангардной группы, которая приехала сюда, которая здесь занималась, не было. Не было никаких пробок. Сотрудники ГИБДД и ОМВД делали все возможное, чтобы сразу эстафета завершалась, сразу открывались улицы и действительно город был абсолютно свободен. Министр спорта рассказал журналистам о начале подготовки к эстафете Паралимпийского огня, которая пройдет в нашем городе 27 февраля 2014 года. В этот день в Омске и еще в семи городах Сибирского федерального округа факелоносцы пронесут огонь зимних паралимпийских игр. Факелоносцы все утверждены и их будет порядка ста человек в Омске, которые пробегут 10 километров. По задумке организаторов на территории Омской крепости развернется большой праздник, символом которого станет сказочный персонаж конек-горбунок. Маршрут эстафеты начнется у Омской крепости, а завершится на манеже Красной звезды. Александр Фабрициус также пригласил жителей Омска вместе следить за Олимпийскими играми в Сочи. В рамках уникального проекта LifeSites в СКК имени Блинова установят специальный экран. 7 февраля 2014 года он будет транслировать церемонию открытия, а 22 февраля – закрытие главного спортивного события четырехлетия.